Всем привет! Сегодня 26 сентября, Московская область. Я сегодня буду готовить лечо с фасолью и с овощами. Так как перцев и томатов своих еще достаточно много, поэтому буду консервировать. Рецепты напишу в описании под этим видео. Перец 2,5 кг. Нарезаю тонкой соломкой. 2 средние моркови. Я натерла на крупной терке. 2 крупные луковицы. Это лук-эксибишн, поэтому я разрезала на 2 части, потом еще на 2 части, потому что луковицы очень крупные. Острый перец. Смотрите сами, можете вообще его не добавлять. Делайте по вкусу. 1 стакан растительного масла, 2 столовых ложки соли и 1 стакан сахара. Фасоль 500 г. Я замочила на ночь в холодной воде. И сегодня уже отварила до полной готовности. Воду не солите при варке. И откинула на дуршлаг, чтобы стекала лишняя жидкость. Конечно, понадобятся томаты. 3,5 кг. Нужно перекрутить на машинке. Я делаю через ручную соковыжималку, чтобы не было здесь жмыха, семян, чистый сок. Я уже поставила на огонь. Сок закипел. Ну и теперь начнем. Итак, томатный сок уже закипел. Добавляю сахар. Соль. Смотрите по вкусу. Обязательно пробуйте. Хорошо перемешайте, попробуйте. Если вам будет чего-то не хватать, конечно же, добавьте по вкусу. Затем добавляю растительное масло. И даю прокипеть буквально 1-2 минуты, чтобы соль, сахар хорошо растворились в томатном соке. Затем я добавляю сладкий перец. Сюда же я порезала и острый перец. Перцы можно брать любого цвета. Здесь у меня и оранжевые, и желтые, и красные. Затем морковь. Затем морковь. И лук. Нужно будет хорошо все перемешать. И как только закипит, дать прокипеть этой массе 20 минут. При постоянном помешивании на медленном огне прошло 20 минут. Овощи готовы. Готовность смотрите сами. Здесь все будет зависеть от толщины и нарезки. И насколько толстостенные у вас перцы. Готово. И теперь в последнюю очередь добавляем фасоль. Хорошо нужно перемешать и дать прокипеть еще 10 минут. Фасоль с овощами прокипела на медленном огне 10 минут. И теперь в самую последнюю очередь добавляем 9% уксус 2 столовых ложки. Даем прокипеть еще 2-3 минуты. И можно будет уже лечо с фасолью и с овощами раскладывать по стерилизованным банкам. Прежде чем раскладывать овощи по банкам, обязательно попробуйте на вкус. Если не хватает соли и сахара, добавьте. И не выключая газ, на медленном огне я раскладываю лечо уже по стерильным банкам. У меня получилось 11 банок, но они здесь все разнокалиберные. Я переворачиваю, накрываю теплым одеялом до полного остывания. Как правило, на следующий день я уже опускаю в погреб. Очень вкусная закуска. Просто с хлебом поесть. Даже можно приготовить первое блюдо. Суп сварить тоже очень вкусно получается. И такие заготовки, конечно, незаменимы. Те, кто держит пост. Если вы в этом году не успеете попробовать закрыть такую заготовку, то на следующий год обязательно сделайте. Очень вкусно, просто готовится. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока!